На своей жене и дочке куплен новые чулочки. А чулочки непростые, чулочки золотые. У меня очень как салона. Да. Как салона, точно. Да, именно как салона. Я прям выражение запомнила. Ну и чемодан без ручки. Ну, просто какое-то сравнение такое было. Даже не то, что чемодан без ручки. Чемодан без ручки, то есть то, что как бы выкинуть, жалко. Ну, наконец-то приехало то, что мне нужно. Вот, приехали панели на стенку. Они очень длинные, в принципе, как ламинат в такое качество. Очень плотные, потому что то, что у нас было, мне это вообще не устраивает. Я это решила на потолок переделать. Это очень красивая, как метаться деревом. В общем, сейчас буду отделывать стены. Так, давай, теперь мне нужны твои гвоздики. Да. Спасибо. Добрый дарёнка. Спасибо. Мама, на. Спасибо. 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 Как раз мне именно Пете нужны были. Нет. Я смотрю, у меня вчера подписчики заинтересовались, что-то у меня такое за агрегат появился. Рассказываю. Это НЭП. НЭПы – это такие домашние помощники для расслабления поясницы, шеи. Я уже много раз рассказывала, что у меня проблемы с шеей. Постоянно там тянущие боли какие-то, поясницы, потому что до сих пор ношу на руках Дашу. Постоянно ношу на руках брёвна. И, в общем, я очень устаю. Особенно всё это на пояснице отражается. В общем, это такие два помощника. Их лучше в паре использовать. Разработал их корейский доктор. И, в принципе, это такая штука, которая заменяет вам поход к асиопату. Это НЭП для головы. Тут каждый зубчик, каждый изгиб. Всё полностью продумано, чтобы шея расслаблялась, чтобы уходили спазмы, боли. Улучшается кровообращение. Люди потом очень хорошо спят. И даже у кого-то головные боли уходят со временем. Далее. Это НЭП для поясницы. Он корректирует осанку, снимает боли с поясницы, снимает напряжение и расслабляет тазовые мышцы. Самое главное – это грамотно лечь на НЭП, чтобы всё работало. К нему прилагается инструкция. Там всё подробно описано. Лежать нужно минут 15-20. Я уже чувствую, как расслабляется шея, позвоночник. Всё это уже работает. Как всё вытягивается. И со временем даже он приходит в С-образную форму свою. То есть это как такая функция домашнего стеопата. Для эффекта вытяжения всего позвоночника лучше использовать НЭП в паре голова плюс поясница. А грамотные люди высчитывали, что купив такой НЭП единожды, он будет стоить как поход хорошему стеопату. С той лишь разницей, что НЭП остаётся у вас навсегда. В общем, даю ссылку на Озон. Там сейчас очень хорошие скидки. Если у вас ссылка не работает, включите VPN и можете в поиске бить НЭП и Кануда. Сиська. Сиська там? Да. Не бойся, ты мотылёк уже. Мотылёк. Мам, всё это лёк. Мам, всё это лёк. Моя любимая. Мiziert. Моя девочка, я тебя так давно не видела. Пойдем. Сто лет. Сто лет, это точно. Господи, я сейчас вот плачу прямо. Не надо плакать. Так идите подарки сдавайте, а мы будем ждать лучше. Молодец. Вкусно? Вот все это сварили. Молодец. Как бочная. Мне нужно накраситься за пять минут и пойти на, хотел сказать, на свидание, на прогулку. В общем, провожаю сегодня моих друзей. Он надо быть красивый. В общем, у меня всего пять наименований в косметичке. Это такая минеральная пудра, карандаш для губ, нюд, и тушь. Очень крутая тушь. Я уже ей пользуюсь полгода. И румяна. Четыре всего у меня наименований. Тут преображение сразу на глазах. Тушь вообще не уступает люксовым никак. Она прокрашивает каждую ресничку. После нее ресницы такие длинные, объемные и достают чуть ли не до бровей. В общем, какой итог. Сейчас вам покажу. Это моя самая-самая-самая любимая тушь. Вот уже даже один слой всего лишь. И уже надо их просто расчесать немножечко, и будут очень длинные. Вот и все. Сразу такой кукольный взгляд. Смотрите, какой объем ресниц. Сразу глаз раскрылся. Выразительный взгляд. В общем, мне очень нравится. Среди дня ресницы не слипаются. Это очень важно. И все дело, конечно же, в кисточке. Здесь какая-то уникальная кисть. Даже если тут уже заканчивается, может чуть водичкой помочить, она все равно будет прокрашивать. Здесь такая вот силиконовая щеточка. Поближе показываю. Она очень хорошо наносится. Разделяет каждую ресничку, захватывая даже самую короткую. Самое главное, что тушь и сама щеточка не комкуется. То есть нет никаких там снежинок черных на глазах. В общем, очень крутая тушь. Вот запомните, называется так манифест. На ночь глядя идем в баню. Там уже кто-то плещется. Извушка на курьих ножках. Вот они, в бане. Опа, заходим. А вы куда в баню? У тебя из кислоподов? Я говорю, да. А он говорит, а там же дорого. Ну я там сварился. У кого самая сильная? У меня? Кругая самая сильная. Нет, нет. Подожди, чищи. Я чищу. Да. Да. Я зачищу. Хочешь на половинке орешек? Не, я не знаю. Я такой первый раз вообще вижу. Я вообще... Здрасте, я в Одессе постоянно. А я первый раз вижу. Ты тоже первый раз такой. Ва жука, Альзавета. Мама, если два жука, то две капли майонеза. На одну. Да, значит, две. Все по два. Вот, открываем. Вот, Илюша молодец. И медик. И Дашенька так же, как Илюша. Медик. Нет. Как Илюша. Это мед, да, Арена? Это мед. Попробуй мед. Сладенький. Здравствуйте. Здравствуйте. Приложитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы там заходили. Когда вы заходили? А у меня минут 10 назад там какая-то другая женщина. Какая-то другая женщина? Не знаю. Вот сказали, нет, Наталья сам тут. Знаю точно, что родители, у которых дети в следующем году сдают УГ или ЕГЭ, уже сейчас обеспокоены итоговым результатом экзаменов и, конечно же, поступлением в ВУЗ или колледж. Поэтому делю с вами мегаполезной шпаргалкой. Это образовательного проекта «Лектариум». Там есть список 100 вузов и колледжей России с условиями поступления. Манда «Мguard» Такая datasets Какой-то Такая Попробуем Какой-то Смотри, как классно. А можно я? Спасибо. Еще в монастыре взяла такую траву. Соп называется. Никогда ее не использовала. Сказали, вот для нашего кашля такого. Вот идеально. И еще монастырский чай. Тоже Дивеевский грудной сбор. Еще слышала про повязки солевые. Тоже, если что, используем. Пока травкой будем лечиться. Так, ну что. У меня сейчас большая стирка. Выбираю одежду. Ма, что ты делаешь? Я что? Машинку стиральную? Телефон, что ли? Нет. Хочу показать подписчикам, какие у меня дети просята. Особенно Илюшка и Даша. После каждой прогулки, я не знаю, как они умудряются, просто вымазывать вещи все. Хорошо покупают. Такие пятилитровые канистры мне хватает на очень долго. Тут главное не переборщить. Когда мы выбирали стиралку, оказывается, неважно, какая стиральная машина, главное, чем ты ее заправляешь. Раньше пользовалась только стиральными порошками, потом поняла, насколько это небезопасно. И перешла только на гели. Во-первых, это для техники отлично, для одежды и, конечно же, для здоровья. Девочки, мы готовим компот. Перекладываем в чашку, а они в рот варенье перекладывают. А я тоже хочу. Вот так вот выглядит поедание варенья в многодетной семье. Слушайте, вот здесь вот я соглашусь, что в магазинах за один литр нужно отдавать какие-то бешеные деньги. Я тоже была раньше жертвой этого, пока не нашла очень классный вариант. Вот так вот выглядит мой гель для стирки. Устроила все по цене, по эффективности. После него не остается никаких пятен, разводов, как от порошка. Вещи после него выглядят даже лучше, чем при покупке. Он сохраняет цвет, бережет ткань. И детские вещи я тоже с ним стираю, потому что очень безопасно. Короче, девочки, так и хочется сказать. Отправляем все стиральные порошки в мусорку, переходим на гели. Так и техника в разы дольше прослужит, и вещи не испортятся, и, конечно же, безопасно для здоровья. В общем, еще раз покажу свой гель, оставлю ссылку. Хватит его на сотни стирок, потому что здесь 5 литров, и это чудо стоит всего 1000 рублей. В общем, экономия нереальная. Ну, очень классно отстирала, я прям довольна. Цвет такой насыщенный даже стал еще больше. Здесь такое огромное пятно от малины было. На вертничке, в общем, все отстирала. Так, мы сейчас перемешиваем песок с цементом. Три к одному нужно смешать. И будем сейчас выравнивать площадочку вот этой плиткой. Все работают, все. Нарезательно. Так, Алюша будет ведро искать. Тут уже накопаем все, да, Даренко? Нам Даренко свои лопатки помогает. Мощный. Все нормально? Да. А давай тебе Даренко. Когтев помешает, да? И любим его когтисты. Вы тут не всю воду вылетите там. Не ставьте мне руки помыть. Все. Лиза, все. Так, ну все. Готовы монтировать площадку. Набрали песка. Смешали его с цементом. Три к одному. Сейчас у нас тут будет площадочка. Так. Смешали. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма. То, что ощущаем мы, другим не видно. Сегодня молния и гром завтра. Мирно мы по сторону экрана, что закрыт в ширмой. Мы вдвоем, и нас давно уже накрыли волны. Но мы живем и любим в этом мире огромно. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнцезащитные, мы с тобой внеорбитные. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнцезащитные, мы с тобой внеорбитные. Наши корабли то вверх, то опять тонут. И пусть никто нас не поймет, кроме этих комнат. Пусть никто нас не заметит.